всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду тема сегодняшнего выпуска испорченный сыр да если вы поиздержались и ваш кусок сыра заплесневел не спешите выбрасывать как не спешат делать предприимчивые французы например сделайте вид что так было задумано убедите всех вокруг в этом и не исключено что вы свою беду свою проблему превратите в победу я для соуса использую французский ракфор и сливки на чтобы не трескать этот соус с хлебом буду подавать его к свиной вырезки и картофельным драником с грибами соус готовится очень быстро да и вырезка жарится практически моментально поэтому начну я с грибов но это у меня шампиньоны сорт почему-то называется королевские шампиньоны нарежу их не крупным кубиком шампиньон очень интересный гриб в зависимости от типа времени тепловой обработки он очень сильно меняет свой вкус ролики про крем-суп я подробно про эту тему рассказывал на сковородку наливаю растительного масла и выкладываю грибы сначала не дадут сок потом сок выкипит и только вот затем они начнут обжариваться чем сильнее обжарка тем ярче вкус но тут конечно главное не сжечь поэтому пока влага в сковородке еще есть можно огонь делать посильнее а потом конечно надо немного убавить ну и помешивать не забывать конечно я лук нарежу тоже кубиками раза в два мельче чем грибы а то и в три если есть желание то гриба можно добавить кроме лука и чеснок но у меня такого желания сегодня нет ну лук подождет пока а я займусь картошкой для драников магия кино надо натереть на терке на мелкой мне вообще драники из мелко тертой картошки нравится гораздо больше чем крупно тертая чтобы картофельное пюре ваша натертой картошка не потемнела натирать ее нужно в луковое пюре однако про грибы не забываем смотрите сок выкипел пора добавить лук и перемешать и вот сейчас можно убавить огонь до ниже среднего натирать лук и картошку можно на обычной терке вот к примеру такого типа и все отлично получится но у меня есть кухонный комбайн а к этому комбайну есть насадки которые я практически не использую поэтому чтобы хоть немного оправдать перед собой покупку свое время вот этих ненужных насадок я буду сегодня это делать на комбайне взял вот такой вот диск устанавливаю закрываю поехали ну вот второй или третий раз за последние пять лет использовал насадку смотрите какая получилась масса в ней слишком много жидкости ты луковый сок и вода из картошки мне такая жидкая масса не подходит поэтому я откину ее на самый мелкий дуршлаг вот на этот если у вас такого нет можно выложить массу на тарелку отгрести к одному краю и минут через пять-десять лишняя жидкость отделиться криво объяснил а ну смотрите ведь тарелку побольше и кладете массу с одного края девочка может даже чутка наклонить не вот пусть постоит так жидкость вот сюда вот истечет так грибы жарятся сайт посолить можно картошка избавляется от влаги самое время приготовить соус и готовить соус да стыдно назвать соусом признаться честно короче выливаю в сковородку сливки добавляю сыр и грею сыр мало-помалу разойдется сливки загустеет и соус будет готов так надежь пока медальонов из вырезки такой вот размерчик мне будет в самый раз а вот дальше надо ускориться и постараться сделать все одновременно масса мне уже стекла верну в тарелку посолить перемешать отлично грибы с луком на грибу в сторонку еще немного масла и выложу сюда кулинарное кольцо вот в него кладу картофельную массу конечно же кольцо только для бантов ну вроде как для ресторанной подачи так вот в эту сковороду масло налить медальоны посолить и поперчить как говорят испанцы сальпиментар саль значит соль пимент и перец а сальпиментар приправить значит и в разогретое масло вот так и кстати пора уже драник перевернуть так сюда второй проще всего конечно просто ложкой выкладывать это картофельное тесто для всяких колец получатся такие картофельные оладьи неправильной формы но хочется хотя бы попробовать получить что-то симпатичное а соус меж тем готов смотрите густой и поверьте очень ароматный нет конечно же и ароматный вкус но только для тех кто любит сыр вообще и ракфор в частности например секунду надо медальон перевернуть так вот например мои операторы которые сегодня в школе этот сырный соус обожают и трескают с ним макарошки ну для макаронов конечно чуть посложнее я выкладывал в незапрятные времена ролик на канале вот сырный соус там еще и чеснок и травки всякие пряные ароматы но если интересно посмотрите а между тем не практически все готова к подачи уж зажарился уже пока здесь скакал все это перекладывал переставлял уже из мука по ощущениям красный наверно как рак ладно хошь не хошь она приступать к сервировке драник вниз кольцо и и грибы сюда надо как-то уплотнить что ли так и теперь второй драник как вы думаете не развалится такая башня вот и я не знаю сюда соус вот как-то так и медальоны бьют барабаны оркестр играет тушь есть это было непросто и совсем не в моем стиле ну что только не сделаешь эти красивые картинки пора снимать пробу сначала вырезка вот этот вот кусманчик соусом так никаких претензий вырезка свиная вырезка сама по себе ну на мой вкус достаточно такое скучное мясо жира в ней практически нет поэтому транспорта вкусов и ароматов в ней нет потому что именно жир выступает тем самым передатчиком через который передаются вкусы и ароматы потому что большинство ароматических веществ уже растворимы и здесь вот это достаточно бедное по вкусу мясо на мой вкус бедное с вот этим замечательным соусом он сырный насыщенный он такой солоноватый очень мягкий сливочный просто сказка так еще разочек извините они вырезка этот соус очень хорошо к другушке подходит так ну теперь дранчик с грибами вы знаете наверное нужно было к драничкам с грибами еще и сметанки ложечку положить потому что вот эта вот легкая кисловатость сметанки с драниками просто прекрасно сочетается если вы любите картошку если вы любите драники если вы любите грибы то гарнир такому вот мясу и с таким соусом просто прекрасен на сегодня это все надеюсь что такой простецкий соус вас заинтересовал если вы не найдете сыр и ракфор то очень близкий по вкусу соус можно получить если сначала обжарить небольшое количество чеснока в растительном масле в оливковом масле туда же на чеснок положить парочку веточек желательно свежих шалфея тимьяна прогреть масло чтобы норматизировалось после этого в чеснок и тимьян ну и травы убрать из масла туда выложить сливки густые и поупаривать некоторое время он будет конечно не сырного вкуса но очень близок по консистенции только сливки надо будет подсолить в этом случае получите что-то достаточно похожее и подходящее к такому мясу так спасибо вам что смотрите спасибо за лайки дизлайки и за репосты отдельное спасибо самури за спонсорскую поддержку вам за компанию всем пока 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 не